Всем большой привет, друзья! Решила записать для вас коротенькое видео на тему того, как же научить собаку команде служить. Давайте сначала Гетбе вам покажет, как он выполняет эту команду. Будешь Гетбе показывать? Итак, в руке у меня сейчас ничего нету. Я держу вот так два пальчика и говорю ему служить. Служить! Молодец! 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 Видите, как он лапками орудует? Стоит на двух лапках. Умница! Так, здесь у меня есть такие вот маленькие листики зелени. Я его всегда похвалю. Итак, что же нам нужно сделать? Первым делом ваша собака должна понять, что вкусняшку она получает после того, как она встанет на две лапки. Понятное дело, что собака вряд ли самостоятельно ни с того ни с сего будет стоять на двух лапках. Поэтому мы берем и принудительно ставим собаку на две лапки. Иди сюда. Вот так вот. Собаку держим какое-то время, отпускаем и поднимаем пальчики вверх. Давай, Гетбе, служить! Скорее всего, собака начнет вот так вот прыгать. Как только собака становится на две задние лапки, вы сразу хвалите ее чем-нибудь. Что вы там даете? Не знаю, лакомство, либо же вот, как я, яблочко или листики салата. Вы должны отрабатывать этот момент до того времени, пока собачка не будет становиться четко на две лапки, когда увидит у вас в руках что-то. Потом вы, соответственно, уже будете делать так, чтобы собака вставала на две лапки, когда в руках у вас даже ничего нет. Вот для начала мы берем какое-то лакомство, вот такое, например, и вот так вот держим. А кто за стульчик держится? Кто халтурит? Облокотился? Она... Ой, у тебя вон даже в шерсти Гетбе салат-то застрял. Ты, наверное, чувствуешь его? Чувствуешь? Вот он, вот он застрял, салатик. Берем лакомство и вот так вот держим. Вот, собачка, скорее всего, вот так вот будет прыгать, крутиться. Давай, служить! Обязательно говорите громко, служить! Чтобы в дальнейшем собака поняла, что же это за команда и что вы от нее хотите. В общем, вот такой вот простой способ. На ютубе, конечно, вы можете найти, мне кажется, очень большое количество видео с советами. Я, честно говоря, просто следовала своей интуиции и ставила его принудительно вот так вот на две лапки. Держала очень долго, потом давала вкусняшку. И уже со временем он стал прыгать за лакомством, а потом и без лакомства становится на две лапки. Давай еще раз. Служить! 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 Молодец! Видите, как только он оторвался от земли, стал на две лапки, я ему говорю молодец. Молодец, это у нас контрольное слово. Если вы посмотрите другие мои видео, трассировки, я вам рассказывала, что у вас тоже должно быть обязательно какое-то контрольное слово, после которого вы даете собаке лакомство и говорите вы его только в том случае, когда собака сделала то, что вы от нее хотели. Да, маманеньки? Такая вот простая команда. Очень классная и получилось у нас, мне кажется, ее выполнить, по-моему, за один день. Он ее научился выполнять. Я его сегодня подстригла чуть-чуть. Вот такой вот он красивый, пушистый. Еще чувствует, что здесь листик лежит. Ну что, дотянешься? И-и-и-и. Какие тебе листик такой лежит, да? Дотянуться-то нельзя. Дразнилка, скажи, хозяйка. Дразнишь собаку. Вот от этих листиков салата у него абсолютно не болит животик. Мне ему нравится. По-моему, у меня не собака, а морская свинка. Свинки, по-моему, едят всякую вот такую вот капусту. На-на-на. Мне будет очень интересно узнать, получилось ли у вас. Ау! Ах ты, зараза! С другой стороны подошел и схватил листик. В общем, пишите, друзья, получится у вас или нет научить свою собаку этой команде. Надеюсь, вы точно так же, как и мы, добьетесь хороших результатов довольно-таки в короткие сроки. И ваша собака узнает еще одну команду. Давай напоследок еще покажем. Служить! 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 Вот, молодец! Давай, служить! Служить! Молодец! Молодец! Вот так вот лапками он, кстати, стал делать не сразу, а уже потом. Все, будем с вами прощаться. Всем пока и до новых встреч!